В данном интервью Рэнди Крамер делится подробностями технологий аватаров. Полученная информация впечатляет. Приятного просмотра. Интервью Эмири Смита с Рэнди Крамером. Ээс, сегодня в программе «Космическое раскрытие» с нами Рэнди Крамер. Рэнди делится своим опытом службы в ТКП под названием «Силы защиты Земли». Рэнди, добро пожаловать на программу. РК, спасибо за приглашение. Ээс, исходя из вашего опыта службы в «Силе защиты Земли», что такое аватары и каким образом вы знакомились с ними? РК, по существу, аватар похож на аватара из фильма. Это дистанционно управляемый, телеуправляемый, дрон. Если бы я хотел предложить самое простое объяснение, вот оно, если я иду в магазин и покупаю дрон, у меня появляется механизм контроля. У меня есть дрон, который я дистанционно контролирую. В данном случае мы говорим о том, что сам дрон представляет собой биологическую оболочку с контролирующим механизмом в мозге. Контролирующий механизм посылает одинаковые сигналы из моего мозга в мозг дрона. Контролирующий механизм, дистанционный контроль, это мой мозг в режиме управления. Он передает сигнал в интерфейс компьютерного мозга, который контролирует биологический дрон точно так же, как я контролирую свое собственное тело. ЭС, сколько времени занимает выращивать такие дроны? РК, все зависит. Насколько я понимаю, большинство клонов или биологических дронов можно вырастить в ходе ускоренного процесса, который может занимать менее 72-х часов. ЭС, передаются ли вам ощущения аватара? Например, если аватар сломал ногу, будете ли вы ощущать боль? РК, да, это двусторонний сенсорный опыт. Это значит, что я испытываю все ощущения дрона. Если дрон получает ранение, ударяется или обжигается, я чувствую то же самое. Если у него ломается кость, я ощущаю это. С моим физическим телом реально ничего не происходит, но я все чувствую. Да, я буду ощущать боль. ЭС, основываясь на информации, собранной в проектах, и на том, что мне рассказывали, это не частота прямой видимости. Каким-то образом все происходит в инфропространстве, где послание и связь. Скажите, это связь сознания или больше связь электрических частот? РК, технологическая. Церебральный интерфейс, это часть аппаратного обеспечения. Насколько я понимаю, он пользуется по частотой электромагнитных полей или тем, что часто называется частотой подпространства. То есть, церебральный интерфейс не пользуется тем, о чем мы обычно думаем, как об обычном электромагнитном спектре, а сигналом, который, да, может передаваться на сотни или даже тысячи километров. Вы могли находиться на борту космического корабля, на орбите, и дистанционно управлять биологическим дроном на поверхности планеты под вами. ЭС, могли ли вы контролировать больше одного дрона одновременно? РК, лично я никогда такого не делал, но знаю о наличии инопланетян, которые пользуются подобной технологией и обладают способностью и могуществом мозга, чтобы контролировать множество дронов одновременно. Например, мы видели технологию, которой пользовались Zeta. Часто, когда они приходят с визитом, или извлекают кого-то, или похищают кого-то, они не обязательно физически присутствуют. Они дистанционно управляют биологическим дроном, и в некоторых случаях способны контролировать пять или шесть дронов одновременно посредством одного церебрального сознания. ЭС, имеют ли дроны-аватары центральную нервную систему? Пищеварительную систему. Должны ли вы есть, когда находитесь в этих аватарах? Какова продолжительность жизни тела? РК, в основном, аватары представляют собой клонов, поэтому они обладают каждой биологической, нейробиологической функцией, которой обладают обычные живые организмы тех видов. Поэтому ответ да. Центральной нервной системой, органами, пищеварительной системой. Вам следует избегать обезвоживания. Вы должны потреблять протеин или пищу, в зависимости от того, как долго вы отсутствуете или как долго будет продолжаться ваша миссия. Поэтому, повторяю, ответ да. Аватары подобны телу, которое вам следует поддерживать. ЭС, также я слышал, что иногда, когда дрон убивают и вы возвращаетесь назад в свое тело, вы испытываете дефицит памяти, вы помните всего 20% или 30% произошедшего. Иногда вы не помните даже саму миссию. Это так. РК, ну, имеется буфер. Интересно, что вы затронули этот вопрос. В церебральном интерфейсе есть буфер. Поэтому все, что происходит в мозге дрона, хранится локально в дроне, а затем передается вашему телу, если поток информации обладает допустимой пропускной способностью, чтобы быть в состоянии это делать. Поэтому возможно получить повреждение тела аватара и возвратиться в свое собственное тело до того, как буфер получит свой шанс загрузить информацию назад в ваше тело. Вы можете ощущать кое-какие пробелы в том, что происходило. Я что-то помню, но... Мне оторвало руку, но чью, мою или дрона. Да, вы можете быть немного сбитым с толку, если происходит внезапный срыв связи с дроном. Вы можете вернуться и чувствовать себя немного растерянным. Повторяю, такое происходит из-за буфера. ЭС, может ли такое позже стать причиной посттравматического стрессового расстройства, ПТСР? РК, еще как. Да, безусловно. ЭС, поскольку это кажется чем-то, пережитым на самом деле. РК, а, да-да. Ваш собственный мозг квалифицирует это как реальный опыт, пережитый вашим собственным телом, потому что вы прочувствовали весь ряд воспоминаний и сенсорных сигналов, которые реальны, легальны и переданы назад вашему мозгу. Если они не передаются назад вашему мозгу, тогда да, могут возникать расстройства памяти и проблемы с ПТСР, из-за неспособности полностью вспомнить травмирующие события. Кстати, это одна из причин, почему вы можете страдать от ПТСР. Вы подавляли воспоминания и поэтому не можете вспомнить. Частично это и травмирует людей. ЭС, также я слышал, что вас могут переносить в лицо противоположного пола. Это реально. РК, да. Пол биологического дрона значения не имеет. Вас могут телепортировать в дрон любого пола. Поэтому да, пол не проблема. ЭС, как насчет видов. РК, да, это. Это одна из главных причин того, почему мы пользуемся данной технологией, когда приходится иметь дело с системой, атмосфера и гравитация которой более негостеприимные и не считается целесообразным применение боевого костюма. Особенно с планетарными системами с более высокой гравитацией, ядовитыми газами или кислотно-ориентированными паровыми облаками. Они совершенно пригодны для дыхания и обитаемы для видов, которые враждебно относятся к нам и нашему оборудованию. Тогда имеет больше смысла и более эффективно дистанционно управлять биологическим инопланетным телом так, чтобы не вы имели дело с гравитацией и окружающей средой, а биологическое инопланетное тело, приспособленное жить в такой окружающей среде. Вам не препятствуют проблемы с гравитацией, которая могла бы вредить технологии или частям машины, вам не мешают кислотно-ориентированные паровые облака и их взаимодействие с материалами, которые могли бы стать большей проблемой в связи с чем-то технологическим. Если вы пребываете в биологии чего-то, привычно пребывающего в такой окружающей среде, взаимодействие более долгосрочное. С. В скольких такого рода взаимодействиях вы принимали участие в рамках программы «Аватар»? РК. А. Возможно, более чем в дюжине. С. Какой это был тип видов? РК. Ряд разных типов. РК. Некоторых из них я бы скорее описывал как странных, чем каких-либо других, с которыми я когда-нибудь сталкивался. С. Интересно, оказываться в телах разных видов аналогично изучению нового автомобиля и особенностей его вождения. Я понимаю, что тела не одинаковые в смысле количеств, наличия рук, движений суставов, вы можете иметь дополнительные отростки или хвост. РК. Пожалуйста, объясните. Трудно ли научиться всему и сразу? РК. Это сложно. Определенно имеет место период подготовки, через который вам приходится проходить, особенно если вы пользуетесь конкретной формой биологического дрона в первый раз. РК. Мы способны преодолевать препятствия посредством изменения гравитации, а также приспособления окружающей среды к дыханию и потребностям любого биологического существа. РК. Чтобы дистанционно управлять чем-то, что обитает на планете, скажем, с гравитацией 2,5G, и дышит метаном, вы можете справиться с гравитацией посредством металлического покрытия и смешанной газообразной окружающей среды, пригодной для дыхания. РК. Тогда вы можете работать над преодолением препятствий до тех пор, пока не получите добро на промежуток времени, пока сможете делать это, основываясь на теле, с которым работаете. РК. А, да, вам придется заново учиться ходить, стабилизировать гравитацию, а также движение верхней и нижней частей тела. РК. В зависимости от количества пальцев на руках и ногах. Это будет влиять на то, как вы хватаете вещи, как вы шагаете. И повторяю, гравитация – это интересная вещь, поэтому даже в теле, приспособленном для движения в 2,5G, гравитация все еще ощущается странно. Она ощущается тяжелее, хотя вы чувствуете, что находитесь в более тяжелом теле. Ощущения не те, которые вы испытываете в теле, пребывая в 1G. Поэтому пребывание в теле дрона – это совсем другой сенсорный опыт. И требуется период тренировки прежде, чем вы будете готовы приступить к миссии. Обычно мы проводим, по крайней мере, 50-60 часов подготовки прежде, чем будем готовы управлять формой нового биологического дрона. Даже если нам приходится иметь дело с чем-то знакомым, мы все еще уделяем какое-то время подготовке. Прежде, чем приступить к миссии, мы получаем добро, проходим проверку на разрешить, запретить. И да, это очень странный опыт, переданный нам кем-то, кто обладает многими подобными опытами. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Берегите себя! Берегите себя! Берегите себя! Берегите себя! Берегите себя! Продолжение следует...